Это спорт быстрых, ловких, сильных. Из-за каждого вида ты можешь просто оказаться, был в рядах в первых, а потом оказался где-то в последних. Если ты остановишься, не будешь развиваться, то ты уже проиграл. Если он узнает, что он может показать высокий спортивный результат, он идет на это. Это уже привилегия чемпиона. Когда мы едины, мы не победим. Мы надеемся, что когда-нибудь они станут олимпийским чемпионом. В Беларуси пожарный спорт начал развиваться с 1947 года. В 1948 году были проведены первые республиканские соревнования, в которых приняли участие сборные команды областей. Сегодня пожарно-спасательный спорт состоит из отдельных видов. Преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице на этаже учебной башни, двоеборье, пожарные эстафеты и боевое развертывание от мотопомпы. За последние 5-3 года Гомельская область, в принципе, немножко подняла свой уровень, скажем, до призовых мест. Если раньше команда МЧС в Гомельской области не особо, скажем, занимала какие-то и командные, и личные призовые места, то на сегодняшний день практически каждый старт борется за первые, вторые, третьи места. Большое количество кандидатов выходит с Минской области, с города Минска, так как, в принципе, понятно, что это столица, и все стараются каким-то образом там с учебных учреждений закрепиться там. Впрочем, отмечает Александр Макарчук, в каждой области есть спортсмены, достойные национальной команды. В состав сборной сегодня входит один представитель Гомельщины, капитан команды Максим Шапарев. Он четырежды становился чемпионом мира. Каких-то сложностей я никогда не испытывал. Во-первых, потому что перед этим были хорошие преподаватели, можно так сказать. Те люди, которые до этого были капитаном команды, я у них какой-то опыт перенимал, как себя вести, как себя представлять перед командой. Но у нас очень дружный коллектив, сплощенный, как я уже сказал. Это можно мы своими результатами, мы это показывали, потому что за последние шесть лет мы стали четырехкратными чемпионами мира. Если брать, конечно, спортсменов Гомельской области, молодых, у нас есть множество молодых, перспективных спортсменов, которые уже на своем уровне, в своем возрасте, они стали чемпионами мира среди юношей. Но при этом у них еще долгая дорога, у них все впереди. По возможности, конечно, мы делимся своим опытом профессиональным, подсказываем какие-то нюансы. Потому что независимо от того, сколько ты тренируешься, олимпийский чемпион, ты чемпион. Если ты остановишься, не будешь развиваться, то ты уже проиграл. Главный тренер сборной Александр Макарчук выступал за Беларусь более 20 лет и в прошлом году завершил свою спортивную карьеру. Сразу после этого он и возглавил национальную команду. Все цели, которые я себе ставил в спорте, я, в принципе, достиг. Как спортсмен достиг, а как тренер, конечно же, у меня сейчас свои цели, и поэтому я планирую к ним как идти и как это все постигать. Параллельно, конечно же, сама служба МФС. Да, я на данный момент являюсь подполковником внутренней службы. Главное отличие нынешней должности – планировка дня. Если раньше Александр думал только о своем графике, то сегодня составляет его и для своих подопечных. К тому же продумывает формат тренировок, чтобы для спортсменов они были интересны и полезны. Многие спортсмены нацелены на результат выше какого-то там рекордного времени. Ну, я понимаю, это тоже, конечно, нужно для того, чтобы прогрессировал наш спорт, но у нас коллективные виды, и они зачастую страдают из-за такого личного мнения спортсмена. Поэтому приходится чем-то где-то когда-то и жертвовать. Ну, это более такая психологическая работа тоже. Я сделал акцент на том, что надо как-то стабильность вырабатывать, более четко. Если он узнает, что он может показать высокий спортивный результат, он идет на это. Ну, а если уже не получилось, это опять же одна из профессионального спорта, что тоже бывает неудачей. Конечно же, мы на дорожках, мы соперники, никто как бы не к друг другу, независимо от того, друзья, сколько мы там другу вместе, мы не будем уступать. Только дорожку перешли, соревнования закончили, остались только житейские свои уже отношения. В принципе, из индивидуальных оно и формируется, вот это командное. На это всегда как бы большая ставка, но нельзя забывать и про коллективные, потому что, как ни крути, коллективные – это все равно очень важное очко для победы. Потому что на чемпионате мира очковая система каждый вид – это одно очко. И чем меньше у тебя очей, тем ты ближе к цели. Поэтому тут все очень серьезно и очень ценно. Каждый вид. Я не могу выделить, потому что из-за каждого вида ты можешь просто оказаться в рядах в первых, а потом оказался где-то в последнем. В спорт Александр Макарчук попал случайно в 2000 году. В юношестве его друзья позвали поиграть в бильярд в пожарную часть. Там он и увидел, как тренировались атлеты пожарно-спасательного спорта. Так и остался. Примерно в то же время начались и выступления у второго нашего героя. Максим Шапаре попал в спорт в 1998 году. Я выбрал такую мужскую профессию, это как пожарный спасатель. Было, значит, хотелось поступить в учебное заведение профильного. Класса, значит, этого. И, соответственно, захотелось заниматься пожарным спортом. Был знакомый тренер, который предложил позаниматься. Отец привел туда, ну и с этим связал всю свою жизнь. На чем я ни в коем случае никогда и не жалею. Александр Макарчук отмечает, что есть два варианта попасть в этот спорт. Первый – это когда молодые люди поступают в Университет гражданской защиты. Там преподаватели и тренеры обращают на них внимание и предлагают попробовать себя в новом амплуа. Второй вариант – стандартный. Тренеры ходят по школам и детским соревнованиям, где и присматривают будущих спортсменов. У нас много таких, да, и причем чем больше их привлекается, тем, как бы, более вероятно найдется какой-то талант. Наш спорт – это, в принципе, в убыстренном варианте все те элементы, которые сдаются в зачетах. Только, представляете, намного быстрее. И это уже в любом случае считается как элита пожарного обычного, да. Представляете, если человек, допустим, достиг мастера спорта, и он просто уходит в работу с головой. Все. Он в разы намного быстрее сможет кому-то там оказать какую-то помощь или добраться до какого-нибудь непонятного там объекта сложного, да, за счет своих вот этих навыков, которые он приобрел в нашем пожарном спорте. С такой позицией согласен и чемпион мира Максим Шапарев. Еще он добавляет, что за спортивную карьеру приобрел очень много друзей не только в Беларуси, но и за границей. Когда в 98-м году я пришел, спорт, наверное, не очень хотел, не думал, вернее, даже не то, что не хотел, а не думал о финансовых каких-то благах в этом виде спорта. Этот спорт не столько финансовый заработок у него, а от него немножко другое. Это дружба, сплочение, потому что, как ни крути, само название говорит само за себя, что это пожарно-спасательный спорт. Самый важный турнир для представителей пожарно-спасательного спорта – это чемпионат мира. Александр Макарчук отмечает, что сейчас предпринимаются попытки сделать этот вид олимпийским. Пока же остаются только первенства мира и Европы. Хотел бы сказать то, что да, наш спорт немножко не такой развитый в плане освещенности. Хотел бы, чтобы побольше вот именно ваши сферы освещали наши соревнования. Ну, конечно же, это взаимодействие с нашими тоже прислужбами. Тогда бы немножко, мне кажется, больше бы привлекалось и зрителей, из этого вытекалось бы то, что и дети бы сюда приходили, мне кажется, больше. Потому что работа действительно делается, а привлеченности, мне кажется, маловато. А потом, представляете, дальше это все идет как ком, и в итоге мы на Олимпиаде. Понимаете? Все начинается с малого. Конечно же, хочется, чтобы наш спорт попал в олимпийскую семью. Когда это будет, неизвестно, но мы к этому стремимся, мы к этому идем. Именно своими результатами доказываем, популяризируем этот вид спорта, чтобы к нам приходило как много больше молодежи, детей. Открывается много школ спортивных, секций, где работают квалифицированные тренера, воспитывают молодых спортсменов, которые пришли к нам на смену, и надеемся, что когда-нибудь они станут олимпийским чемпионом. Спортсмены выступают во всех спортивных дисциплинах в специальных спортивных костюмах. В касках с пожарно-спортивным поясом без карабина. И топорам. Специальные обуви на обе ноги. Все оборудование и снаряжение закупают в МЧС. Именно это ведомство курирует этот спорт. Есть люди, которые за свои деньги покупают крюки свои личные. А, у нас, кстати, на соревнованиях дарились и штурмовки. То есть люди некоторые и по своим бегают. Я со своими руками уже бегаю больше 10 лет. Соответственно, они довольно долгий срок службы у них. Только если уже какие-то технические погрехи, тогда да. А так, конечно, на профессионального спортсмена уходит довольно много технического оборудования. Это и разветвление, и рукава, ствол, пояс, штурмовая лестница, каски. Ну и, соответственно, экипировка. Это все для того, чтобы показать высокий спортивный результат. Представители пожарно-спасательного спорта – люди не слишком суеверные. Но все же есть и у них свои ритуалы и приметы. Наверное, у любой команды есть определенные фразы, которые мы… Как заговор это можно назвать. Но у нас такой… Когда мы едины, мы не победим. Такого нету, что-то какого-то определенного. Есть только это у нас в любом пожарном спорте, есть и такой вид, как боевое развертывание. Там, да, когда ты выигрываешь, то обязательно надо тренером обмазать бадью с водой, полностью его за головой выкунуть. Это уже привилегия чемпиона. А чтобы получить это звание, приходится выкладываться на всей дистанции. Если спортсмен плохо прошел какой-то участок, соперник его уже обогнал. Чтобы стать чемпионом мира, чемпионом Республики Беларусь, надо выложиться полностью на любом виде, то есть наголо быть выше своих соперников. Конечно же, мы очень много уделяем времени тренировочному процессу. И когда мы находимся на тренировочных сборах, то идет по две тренировки. Утром и вечером где-то восстановительные процедуры, бельгия, бассейн, как в любом виде спорта. Мы стараемся домой не переносить. Это потому что все-таки дом, семья – это отдельное, а работа – это работа. Самое ценное для спортсмена было получить звание заслуженного мастера спорта, которое он уже имеет. За спортивную карьеру у Максима Шапрева накопилось более сотни наград. Каждая из них заработана потом и кровью, отмечает наш герой. Общий результат в медалях. Но первое – самое желанное. Это, наверное, первый чемпионат мира. Я еще был молодым курсантом. Было мне 19 лет. Поехал на чемпионат мира запасным. Но так получилось, что я запрыгнул в последний вагон, можно так это сказать, и попал в основной состав команды и стал самым молодым чемпионом мира. Ну и на тот момент я был им первым. То есть в личном зачете в республике, ну в нашем республике. Это спорт быстрых, ловких, сильных, молодых людей, которые идут вперед, он сплочает. Само название говорит в себя – пожарно-спасательный спорт.